Добрый день, ребята! Меня зовут Павлова Светлана Геннадьевна. Я сотрудник научно-просветительного отдела Эрмитаж. Наш с вами сегодняшний визит в Эрмитаж будет посвящен пейзажу. И мы с вами сейчас находимся в зале малых голландцев, где представлена голландская живопись 17 века. Заказчиками этих картин были очень простые люди. Здесь не церковь, не меценаты, а простые горожане, ремесленники. Поэтому и видеть они хотели на этих картинах не нечто изысканное, они хотели видеть реальную жизнь. Поэтому так много в голландском искусстве того времени жанровых сцен и пейзажи, кстати, у них тоже очень конкретные. Это пейзажи их родин, Голландии. Голландия тогда освободила от испанцев, она стала свободной. В обществе наблюдается рост патриотических настроений, и голландцы воспринимают свою родную Голландию, может быть, не самую разнообразную с точки зрения природных форм страну, как некий храм божий, как действительно страну прекрасную. И поэт голландский Якоб Кац говорил, что он с каждой дюны голландской видит божественный мир. Так что, действительно, Голландия тогда, она становится очень частым сюжетом в произведениях голландских пейзажистов. Они открывают фактически новый пейзаж. Не идеальный, не сочиненный, а пейзаж, как окошечко из окна. И в результате голландцы стали писать свое серое небо, серое море. Они стали писать панорамы своей бескрайней, казалось бы, в низинных землях Голландии. Они стали писать пейзажи ночные, чтобы как-то разнообразить голландские виды, которые, в общем-то, действительно разнообразием не отличаются. Они стали писать даже пожарные пейзажи, где другой источник света начал появляться. И надо сказать, что среди всех этих голландских пейзажистов очень выделялся Исаак Ван Рейсделл. Что касается Рейсделла, он вырос в художественной среде. Его дядя был знаменитый пейзажист Соломон Ван Рейсделл. И мальчик с детства занимался рисованием, но при этом он оказался фактически единственным среди голландских художников 17 века, который закончил университет. Он получил диплом врача, и нам известно, что он действительно был замечательным врачом, очень трепетно относящимся и внимательно относящимся к своим пациентам, что он заботился о своем старом отце и был замечательным человеком. И вот надо сказать, что это единственный художник Голландии, который стремится нам показать не просто мир голландской жизни, не просто голландские пейзажи, а составить из них определенную картину мира. При том, что он не улучшает эти виды, он просто очень тщательно их обдумывает. А каждое дерево у него становится личностью. Он, наделяя дерево фактически личностными качествами, как психолог стремится оценить его взаимоотношения с рядом растущими деревьями. Они иногда отклоняются, иногда склоняются друг к другу. Он писал пейзажи панорамные, пейзажи очень уютные, камерные. Он писал кладбищенские, мрачные пейзажи, где звучал четкий мотив момента моря «Помни о смерти». И писал пейзажи, залитые солнечным светом. Вот такие разные он писал. А мы с вами сейчас стоим перед его картиной, которая называется «Болото». И вот глядя на это болото, мы с вами видим, как Рейзал действительно как внимательный врач изучает каждое дерево. Как он видит те бури, те потрясения, которые пережило каждое это дерево. Он видит кору и повреждения на ней. Он видит эти сучья, искривленные временем, потерявшие отдельные сучья. И настолько мощно лепит форму, что у нас возникает ощущение шелеста листьев, скрипа сучьев, когда смотришь на эти работы. Надо сказать, что в болоте очень четкая композиция. Посмотрите, как здесь все планы, как принято в пейзаже, уходят вдаль горизонтально, показывая нам цветовую перспективу, коричневый, зеленый, голубой. Теплые цвета в глазах смотрятся близко, холодные – дальше. И отсюда возникает ощущение перспективы. И посмотрите, как эти планы уходят линиями, горизонтальными, а деревья устремляются ввысь к небесам четкими вертикальными линиями. И от этого возникает ощущение мощи. А еще обратите внимание, что эти деревья, они совершенно четко расположены по возрастам. Вот на первом плане мы видим с вами уже погибшее дерево. Гниет бревно в топе болота. И обступили его другие деревья. Те, которые помнили это дерево еще молодым, а сейчас они такие, тоже уже сильно пожившие ветераны. И посмотрите, как скрючены их стволы. Посмотрите, как потеряли они часть своих веток, как побрела их листва. Хотя кое-где еще и сохраняются зеленые листочки. И есть еще у этих деревьев жизненная сила, которая заставляет их цепляться корнями за землю и пить воду из этого болота. Иногда мы видим с вами, как под таким сильным, мощным деревьем появляется деревце молодое. И вот посмотрите, если сначала мы с вами увидели гниющий ствол, потом мы увидели такие пожившие, очень многоиспытавшие, пережившие много бурь деревья, то дальше вдали начинается вот такая уже молодая, свежая зелень. И здесь фактически деревья представлены нам поколениями. Здесь видим мы с вами вечный закон жизни. Мы видим с вами смену поколений. Мы видим с вами лес, который существовал всегда и будет существовать всегда. И если какие-то поколения уйдут, им на смену придут следующие. Но во всем этом ритме жизни бывают иногда и трагические случайности. И вот там, вдалеке картины, появляется охотник. Мог бы быть и дровосек. И вот этот охотник достает ружье и целится, наверное, в тех уток, что появились на первом плане. Одна из них уже вспорхнула, другая еще не заметила опасности. И непонятно, сможет ли охотник нарушить сечение жизни, прервать молодую жизнь. Вот такие философские пейзажи писал Якоб ван Рейсделл. И вот то, что мы с вами сейчас увидели в философском пейзаже Рейсделла, который очень ценил, например, Александр Бенуа и даже сравнивал сикстинские капеллы Микеланджело по мощи и по логичности вот того движения, которое передал здесь Якоб ван Рейсделл. Ну, а мы с вами сейчас перейдем в зал Рубинса и увидим, что и Рубинс, величайший художник 17 века фламандской школы, тоже писал философский пейзаж. Вот мы с вами сейчас перешли в зал фламандской живописи 17 века и находимся мы с вами в зале Питера Пауля Рубинса. Это глава фламандской школы живописи, действительно гениальный художник 17 века и фактически вся фламандская школа, все великие мастера Фландрии, они либо были учениками Рубинса, либо тесно сотрудничали в его мастерской. И что касается Питера Пауля Рубинса, помимо того, что он был гениальный художник, замечательный учитель, он был еще и уникальной человеческой личностью. Рубинс был дипломатом, а еще Рубинс был поэтом. Он владел разными иностранными языками, и когда он исполнял свои дипломатические миссии и ездил между Англией, Францией, Испанией, родной Фландрией, обучение проходил в Италии, он владел всеми этими иностранными языками. Ну а когда писал стихи, то он писал их на латыни. Так что не случайно Жен Фрамонтен назвал его гордостью человечества. Что касается другого французского художника-романтика Эжена Делу Круал, он вообще просто величал Рубинса богом. Ну а современники звали его Апеллесом современности. Апеллес – это самый известный художник античности. Еще его называли Гомером живописи. И вот в этих прозвищах очень чувствуется, как Рубинс относился к античности. Не случайно с великими античными мастерами слова или кисти его сравнивали. Действительно, Рубинс, когда писал картину, он умудрялся слушать при этом тексты античные, которые ему читали на латыни. При этом он умудрялся иногда и письма диктовать, беседы вести и все это делать одновременно. Вот действительно такая уникальная человеческая личность. Но и не случайно Рубинс так сильно увлекался, интересовался античной философией. И его живопись, она действительно всегда полна философии. И когда Рубинс пишет пейзажи, это не просто пейзажи, это не просто изображение того или иного уголка природы. Пейзажи Рубинса – это картины мира, где чувствуется его мироощущение, его настроение или его размышления о жизни. К сожалению, он не так много писал пейзажи, хотя Джон Констебл, который является одним из крупнейших пейзажистов всей мировой живописи, говорил, что лучшее, что сделала эта многогранная личность в своей жизни – это все-таки пейзажи. Но редко к Рубинсу обращались с пейзажами. Чаще всего все хотели его портретов, чтобы он написал их изображения. Рубин, кстати, не любил портретный жанр. Он в большей степени отдавал свою кисть историческому жанру, когда он делал заказы для церквей, продумывал смысл внутренний библейских сюжетов, вкладывая в них какие-то дополнительные оттенки, или писал аллегорические сцены на мифологические сюжеты. Но пейзажи он писал в основном по зову души, и пейзаж был одним из излюбленных его жанров. Им остается лишь огорчиться, что нечасто Рубинс имел время и возможность взяться за кисть и написать какой-нибудь пейзаж. У нас два пейзажа в коллекции, и один из них относится к раннему этапу творчества художника. Это «Возчики камней». Смотрите, «Возчики камней» – удивительный пейзаж с той точки зрения, что здесь как бы три пейзажа, включенных в один, своеобразный триптих. Триптих – это когда три картины вместе, и когда они вроде как и связаны между собой, и в то же самое время есть между ними определенные границы. Посмотрите, вот то, что мы видим с вами сейчас в правой части пейзажа, мы видим с вами бескрайние открывающиеся дали. Мы видим с вами уютные холмы, залитые солнцем, на них пасутся овечки. И вот в этом залитом солнце, безмятежном пространстве разливается нега, гармония, покой. Здесь все дышит той гармонии, которой обычно дышали итальянские пейзажи. Они были очень хорошо поняты Рубенсом во время его пребывания в Италии. И здесь он действительно великолепно воплотил вот это ощущение гармоничного, идеального мира. Не какого-то реального, конкретного участка земли, а именно вот такого божественного мира, где все полно покоя и гармонии. А вот в центральной части этого пейзажа все начинает меняться. Мы видим с вами, как изменилось пространство, исчезла линия горизонта. На смену горизонтальным, вдаль уходящим планом пришли диагонали. А диагонали – это всегда такое самое стремительное движение, которое можно себе представить. И посмотрите, как эти диагонали буквально ощетинились, обрушились своими остриями на нас. Посмотрите, как здесь дорога пошла под откос, и то, в выгляде, под откос пойдет телега, на которой в ощупь камней везут свои камни. Посмотрите, как им нужно делать немоверные усилия, чтобы эта телега не пошла под откос. А еще обратите внимание, что здесь тяжело приходится не только в ощупь камней и лошади, которые везет эту телегу. Посмотрите, как тяжело здесь выживать деревьям. Они растут на скалистой почве, их корни цепляются за эти скалы, но некоторые уже погибли, некоторые оборвались. Они устремляются своими ветвями вверх, в небеса, и в то же самое время мы с вами можем почувствовать вот эту постоянную борьбу за жизнь, которые испытывают и которым приходится прибегать этим огромным, сильным, мощным, казалось бы, деревьям, но вся их жизнь и есть борьба. Так же, как и у людей, которые едут под ними вот по дороге, да, и везут свои камни. Посмотрите, как здесь изменилось освещение на смену вот такому безмятежному солнцу. Здесь начинает сгущаться тьма, здесь появляется темная пещера в середине этого участка картины, и мы с вами ощущаем вот ту тревогу, то напряжение, ту битву, которая, опасности определенные, да, которые таит здесь жизненный путь. И дальше в левой части картины мы видим с вами, как наступает ночь. Вот здесь движение успокаивается, и здесь утих ветер, стихла буря. Мы видим с вами здесь вроде бы покой, но с другой стороны здесь темное ночное небо. Мы видим с вами только лишь луну и лунную дорожку, которая отражается на воде. Не случайно здесь и люди, они тоже отдыхают после тяжелого дня, и, видимо, с вами парочку, которая сидит у очага. Здесь наступил покой, но в этом покое нет вот той безмятежности, что мы видели с вами в правой части картины. Потому что ночь, она, естественно, время отдыха, но это не время безмятежной радости. И здесь совершенно другое настроение. Фактически в одном пейзаже у Рубенса светит и солнце, и луна. И это на самом деле странно. Мы можем себе представить, что такое бывает, ну, в какой-нибудь длинный летний день, когда вечером солнце еще не ушло за небосклон, а луна уже появилась. Но понимая, что здесь у Рубенса это скорее просто воплощение времени, а не конкретный летний вечер, изображает он нам. И правая часть картины, у нас сомнение, что там на самом деле вечер или раннее утро. Это действительно течение времени от утра к ночи. И посмотрите, как телега, устремленная вниз, она становится, ну, сообразной стрелочкой часов. А еще, посмотрите-ка, идет эта стрелочка часов к реке. Река – традиционный символ времени. В одну воду нельзя войти дважды. И здесь видим мы с вами, как Рубенс говорит нам о течении времени. Он показывает это через пейзаж, он показывает это через природу, но одновременно он говорит и про человеческую жизнь. Потому что там, где у нас все залито солнцем, где появляются далекие дали, перспективы, это наше с вами детство. Когда мы с вами находимся под крылом родителей, когда все безмятежно, когда все еще в будущем, когда вся жизнь впереди, и ты можешь лишь мечтать о тех горизонтах, которые ты откроешь. А вот что касается центральной части, это взрослая жизнь. Это когда тебе нужно делать мумоверные физические усилия, чтобы твоя телега не покатилась под откос. Для того, чтобы удержаться на плаву в этой жизни, где тебя подстерегают всевозможные опасности. Для тебя нужно, как дерево, цепляться за эту почву, чтобы удержаться в жизни. И, наконец, наступает старость, когда все успокаивается, когда ты сидишь у очага, когда над тобой безмерное черное небо, но ты не видишь уже тех перспектив, которые были у тебя в юности. Так что, говоря про природу, про смену ритмов, Рубенс одновременно говорит про человеческую жизнь. Посмотрите, здесь все сменяется. Здесь жизнь созерцательная и жизнь деятельная. Здесь движение, и здесь покой. Здесь свет солнца и свет луны. Но при этом все это находится в гармонии вот этого постоянного изменения ритма жизни природы, с которой совпадает жизнь человека. Так что видите, насколько философский пейзаж, который мы с вами только что посмотрели, «Квощики камней». И он пейзаж ранний. А вот что касается второго нашего пейзажа, пейзаж с радугой, это пейзаж, который написан уже зрелым Рубенсом. Он написан где-то после его второй «Женитьбы». Он женился, он счастлив. Судя по всему, этот пейзаж появился все-таки раньше, чем в 1635 году Рубенс со своей молодой женой вообще уедет от шума столицы, уедет подальше от всех дипломатических дел, больших заказов и начнет радоваться прелестям сельской жизни. Здесь, видимо, с вами не фламандский пейзаж, а здесь мы с вами опять-таки вспомним про эти открывающиеся итальянские дали, про гармоничные пейзажи, про образ гармоничного мира. И это позволяет нам предположить, что эта картина как раз написана где-то, когда Рубенс уже женился, и когда он счастлив, и в его душе царит мир и покой. А с другой стороны, он еще не посвятил свою кисть изображению конкретных видов в окрестностях замка, который стал тогда его домом, когда он покинул столицу. Мы видим с вами здесь действительно совершенно прекрасный мир. И называется пейзаж с радугой. Радуга – это ведь тоже определенный символ. Когда мы с вами видим радугу после дождя, мы с вами загадываем желание. Радуга – это своеобразный трон Бога. Радуга объединяет два мира – мир земной и мир небесный, мир божественный. И мы с вами можем увидеть, что здесь эта радуга, она объединила два берега, так же, как мост, который под ней появляется. Так же, как радуга объединяет мир небесный и мир земной, точно так же мост объединил два берега реки – правый и левый. И посмотрите, здесь тоже у Рубенца все находится в противопоставлении, и одновременно в гармонии. Смотрите, один берег залит солнцем, на другом берегу мы видим с вами тьму. Мы видим с вами, что один берег написан теплыми тонами, другой – холодными. И в результате все здесь находится в сочетании, казалось бы, противопоставления и одновременно гармонии. И так же, как все здесь парно – холодные и теплые, светлые и темные тона, так же парны здесь и люди. Мы с вами видим, что все объединились здесь в парочке. И вот парочка, которая сидит на переднем плане, судя по всему, это автопортрет Рубенца с его супругой Лен Форман. А еще мы с вами увидим, что и овечки здесь даже парные. Так что вот то ощущение мира, покоя, гармонии, которое переполняло тогда Рубенца, вот оно и вылилось в написание такого идеального, прекрасного, напоенного гармонией пейзажа, где мост и радуга объединяют самые разные элементы мироздания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова